Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Женя Кузин и Саша Артемова поехали подавать заявление в ЗАГС, но у них обнаружились проблемы с документами. Жене нужны были документы о разводе с Ритой, а Саше справки из консульства. Но как оказалось потом на лобном, это все мелочи. Главная же проблема для ребят – это финансовая сторона. Саша хочет свадьбу за 2 миллиона, а вот уже не таких средств нет. Из-за этого у них начались ссоры. Также ребята задумались о свадьбе не в Москве, а в Новороссийске, в родном городе Кузино. Участники проекта считают, что Саша и Женя еще не готовы к свадьбе и вряд ли вообще ее хотят. Скорее всего, организаторы проекта требуют от них развития этой темы. Появились слухи о возвращении на проект Никиты Кузнецова. Бывший революционер собирается строить любовь с Сашей Харитоновой. Кроме Никиты, на Дом-2 хочет вернуться и Камила Коробейникова. Саша Гозиас ездила в отпуск к себе домой. Она проводила время с друзьями, с родными, с маленькой дочкой. Сейчас она вернулась на поляну. «Соскучилась я по одному парню, зацелую его по приезду», – писала Гозиас. Тата Абрамсон поскандалила с Сашей Харитоновой и обиделась на Наталью Бичан. Харитонова рассказывает. «На репетиции танца Наталья Бичан попросила Тату танцевать во второй линии, а меня встать на ее место в первую. После чего обиженная девочка поставила ультиматум – либо танцую в первом ряду, либо не танцую вообще». Педагог попыталась объяснить, что у Харитоновой получается лучше. Тата не стала слушать и убежала в слезах. На поляне бурно обсуждают будущий служебный роман Саши Харитоновой и Андрея Чуева. Как вы помните, Андрей предложил Саше работать у него секретарем. Но Марина Африкантова доверяет своему молодому человеку. Она пишет, «Конечно, мне эти темы не совсем приятны, но Андрей мне пишет СМС, в которых говорит, что Саша ему только помогают постройки, и ничего между ними нет и быть не может». Яна Шофеева грустит, что с Андреем Черкасовым у нее не получились отношения. С Андреем, к сожалению, все закончилось, но и бог с ним. Нужно идти дальше, ни о чем не жалея. Тем более, что мне нравится мальчик с поляной, и я знаю, что это взаимно. Скорее всего, решили подписчики, ей нравится новенький участник Евгений. Саид Нигматуллин, преподаватель школы актерского мастерства на Доме-2, сломал ногу. Он написал, «Две недели назад я ногу сломал, сегодня сын руку. Оказывается, это заразно». Элина Камерен начала заниматься балетом. «Мое первое занятие балетом», – подписала она снимок, «прошло просто чудесно». Подписчики Элины комментируют, «Заниматься балетом в 30 лет поздно, но хоть растяжка будет хорошая». Молодец ты, и мамочка хорошая, и о себе не забываешь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!